Ульяновская область Соседей, которые любят делать ремонт В квартире на ночь глядя Или устраивать гулянку с громкой музыкой Забывая о временных рамках Хорошо, да, согласен Я в курсе, я слушаю Нормально, как положено По-моему, устраивает, конечно Скажите, пожалуйста, какой шум вас раздражает больше всего? В настоящий момент? Нет, я имею в виду вообще Бефоратор, конечно Вот у нас подряд второй месяц штробят Что-то с 8 утра до 8 вечера Конечно, он не то что раздражает Он мешает уже, мы пожилые, больные люди Наверное, положительно все-таки То, что можно хотя бы поспать подольше будет Других этот закон мало волнует Потому что на шум соседей Они не реагируют и не жалуются У нас подъезд тихий У нас все нормально Да не знаю, вроде у меня спокойные соседи Вроде без разницы как-то было Даже если шумели бы Я вообще ни на что не реагирую Всегда у меня положительное все Я тоже Нет А если, например, рано очень начинает шуметь Или наоборот всю ночь шумят Как вы приятно? У меня крепкий сон Замечательно Замечательно Я считаю, что правильно Все нормально У меня все хорошо Все прекрасно Остальные ульяновцы считают, что нужно брать в расчет И некоторые звуки Источник которых Обычная жизнедеятельность человека К примеру, шумные дети Которые постоянно кричат И бегают по полу В 12 часов ночи Тем самым не давая соседям уснуть Или же скандальная семья Которая любит выяснять отношения ночью Есть еще фабрики И предприятия Которые работают круглосуточно И сдают соответствующий гул Я живу в центре И постоянно услышу гул От заводов Из-за свияжья доносится Помимо соседского шума А какой шум именно вас воздражает? В ночной, когда скандали Ребенок ко мне Понятно Согласно новому законодательству Теперь шуметь можно до 10 вечера Вы с этим согласны? А раньше до 11 можно было? А, до 10 Да, то есть теперь сократили временный премьер Да, я стучала ему Пол 11 стуча Он до 11 бегает Топает прям вот Кто-то таскает Чего-то, пол кидает В общем, кошмар Распространяется документ В том числе и на организации За первое нарушение правил соблюдения Тишины в Ульяновской области Могут оштрафовать обычных граждан От 1 тысячи до 2 тысяч рублей Для должностных лиц суммы выше От 5 до 10 тысяч рублей А юридические лица заплатят От 15 до 30 тысяч рублей Если нарушить закон повторно То штраф автоматически увеличивается Наталья Чемоченко, Юрий Ломатов Новости Управда ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...